Привет! Был диагноз, куман, тува бастайды. Себептеры, енді ол көрмесе, жаңғы бала жедел инфекцияларды ауыр бөткен кезде, аутоиммуннық процесс басталып кетеді. Бауларда ма? Да. Ухасты бездінің бета клеткаларына қарсы антиденинлер түсіледі. Жаңғы иммунның система деміз, жаңғы иммундық жиемен ухасты бездінің арасында бір конфликт байда болады. Сол конфликттан бета клеткаларды құлтүріп, жаңғы антиденинлер инсулин бөлінбей қалады. Сондықтан емі тек қана инсулинотерапия болып табылады. Жаңғы осы баллардың бірінші типтегі сақырды жием? Енді бұл жақта көрмесі айтамыз тұқымқуалашылық факторда серетеді генезінде осы тұқымқуалашылық көрмесе кезеседі. Жаңғы үстінде біз айтық көй, елі де елі елі, елі пайыз мүмкін өтеді тұқым-тұқымна? Да, тұқымқуалашылық болу мүмкін. Тағы да, помимо второй тип, они төзі мұғын болейді вторым типам дете? Дети, обычно подростки болеют вторым типом из-за ожирения, потому что ожирение – это сейчас такая проблема глобальная, что у детей сейчас и часто встречается второй тип. Мы раньше не говорили о втором типе у детей, а сейчас уже разрабатываются клинические протоколы лечения сахарного диабета у детей, у подростков второго типа. Это тоже избыточная масса тела. Прямо наглядно видит, родитель может увидеть. Конечно, да. Также жажда, сухость во рту, часто обильное мочеспускание, малоподвижный образ жизни – все это приводит. Сегодня, на сегодняшний день, так как мы живем, скажем, век технологий, очень много ученых, таких научных людей, которые стоят именно в основе этой революции, и методы лечения. Каковы на сегодняшний день методы лечения? Есть ли какая-то инновация, что-то новое лечат? Основным методом лечения на сегодняшний день все равно является симптоматическое лечение. То есть мы боремся с симптомами, с заболеваниями, с профилактикой и лечением осложнений. К сожалению, сахарный диабет на сегодня – это хроническое, пока еще неизлечимое состояние. Но в то же время это заболевание, которое можно самостоятельно контролировать и компенсировать на длительное время. То есть пациенты с сахарным диабетом могут прожить долгую жизнь без осложнений, если они будут соблюдать определенный образ жизни. Раньше так и говорили, что сахарный диабет – это не заболевание, это образ жизни. То есть меняются полностью привычки, меняется питание, подключается физическая активность и уже тогда можно полностью контролировать свои сахара. И даже инсулинозависимые? Нет, инсулинозависимые, к сожалению, нет. Ох, там уже другая история, да?